Недавно у меня была уникальная возможность держать в руках страницу подлинника рукописи книги «Мормоны». На этой самой странице впервые в нынешнем устроении были начертаны смелые слова Нефия. И было так, что я Нефий сказал своему отцу, «Я пойду и сделаю то, что повелел Господь, ибо знаю, что Господь не дает повеления детям человеческим, не приготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он повелевает им». Держая эту страницу, я был исполнен глубокой признательности за работу 23-летнего Джозефа Смита, который перевел книгу «Мормона даром и сел и Бога». Я также испытывал признательность за слова юного Нефия, перед которым была поставлена очень трудная задача раздобыть у лавана медные листы. Нефий знал, что если по-прежнему будет сосредоточен на Господе, то успешно выполнит то, что повелел ему Господь. Он был всю жизнь сосредоточен на Спасителе, несмотря на искушения, физические испытания, даже предательство близких родственников. Нефий знал, на кого он может уповать. Вскоре после своего восклицания, «О, жалкий я человек!» Да, сердце мое печалится из-за моей плоти. Нефий заявил, «Мой Бог был моей опорой. Он провел меня через мои невзгоды в пустыне, и Он сохранил меня на водах великой бездны». Как последователи Христа, мы не избавлены от трудностей испытаний в нашей жизни. Перед нами часто ставят трудные задачи, которые, если браться за них в одиночку, кажутся непосильными и, может быть, вообще невыполнимыми. Если мы откликнемся на призыв Спасителя, «Придите ко мне!» Он обеспечит нам необходимую поддержку, утешение и покой, как Он сделал это для Нефи и Джозефа. Даже в самых суровых испытаниях мы сможем ощущать теплое объятие в ее любви, если будем доверять Ему и принимать Его волю. Мы сможем испытывать радость, уготовленную для Его верных учеников, ибо Христос — это радость. В 2014 году, во время служения на миссии полного дня, наша семья столкнулась с неожиданным поворотом события. Спускаясь по крутому склону на лонгборде, наш младший сын упал и получил опасную для жизни травму мозга. Его состояние ухудшалось, и медики немедленно приступили к экстренной операции. Мы всей семьей преклонили колени на полу пустующей больничной палаты и стали изливать Богу свои сердца. В разгар этого смутного и мучительного момента Небесный Отец наполнил нас Своей любовью и покоем. Мы не знали, чего ожидать, и увидим ли мы своего Сына живым. Но мы точно знали, что Его жизнь в руках Божьих, и что результаты, с вечной точки зрения, будут содействовать ко благу Его и нашему. Благодаря дару Духа мы были абсолютно готовы принять любой исход. Это было нелегко. Несчастный случай привел к двухмесячному пребыванию в больнице, для том, что мы еще руководили более чем 400 миссионерами полного дня. У нашего Сына произошла значительная потеря памяти. Для его восстановления потребовались продолжительные и сложные занятия физической, речевой и трудовой терапией. Проблемы еще остаются. Но со временем мы становимся свидетелями чуда. Мы ясно понимаем, что не всякое испытание, с которым мы сталкиваемся, принесет желательный результат. Однако, если мы будем по-прежнему сосредоточены на Христе, то будем ощущать покой и наблюдать Божьи чудеса, какими бы они ни были, в угодное Ему время и угодным Ему образом. Будут такие моменты, когда мы не увидим возможностей для благополучного исхода. И даже готовы будем повторить след за Нефием. «Сердце мое печалится из-за моей плоти». Могут быть такие моменты, когда свою единственную надежду мы будем видеть в Иисусе Христе, какое же это великое благословение, иметь эту надежду и это упование на Него. Христос всегда выполняет свои обещания. Его покой гарантирован для всех, кто приходит к Нему. Наши руководители от глубины души желают всем испытать тот покой и то утешение, которое приходит через упование на Спасителя Иисуса Христа и сосредоточенность на Нем. Наш живущий пророк, президент Рассел Нелсон, передает Господнее видение всему миру и членам Христовой Церкви. Наше послание к миру простое и искренне. Мы предлагаем всем Божьим детям по обе стороны завесы прийти к своему Спасителю, получить благословение Святого Храма, испытывать неприходящую радость и удостоиться вечной жизни. Призы «Придите ко Христу» имеет особый смысл для святых последних дней. Как члены Церкви Спасителя, мы заключаем с Ним заветы и становимся Его духовными сыновьями и дочерьми. Нам также дана возможность трудиться с Господом, призывая других прийти к Нему. Когда мы трудимся с Христом, наши самые глубоко сосредоточенные труды должны совершаться в стенах нашего дома. Будут такие моменты, когда члены семьи и близкие друзья будут сталкиваться с испытаниями. Голоса мира и, возможно, их собственные желания могут заставить их усомниться в истине. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь им ощутить любовь Спасителя и нашу любовь. Я вспоминаю стих из Священных Писаний, ставшие нашим любимым гимном. «Любите друг друга», который учит нас. Учеников моих сразу узнают, есть ли они любят друг друга. В нашей любви тем, кто ставит под сомнение истину, враг всей радости может пытаться внушить нам такое чувство, якобы мы предаем тех, кого любим, если мы сами продолжаем жить по полноте Евангелия и обучать его истинам. Наша способность помогать другим прийти или вернуться ко Христу будет в значительной мере определяться тем примером, который мы подаем через нашу личную решимость оставаться на пути завета. Если наше истинное желание состоит в том, чтобы спасти тех, кого мы любим, мы сами должны твердо держаться Христа, принимая Его Церковь и полноту Его Евангелия. Возвращаясь к истории Непия, мы знаем, что на склонность Непия уповать на Господа влияла склонность его родителей уповать на Господа и их пример соблюдения завета. Это прекрасно иллюстрируется в видении Легия о дереве жизни. Усив от сладкого, приносящего радость плода того дерева, Легия обратил свои взоры вокруг, чтобы быть может найти свое семейство. Он увидел Царию, самые Непия, которые стояли, будто не зная, куда им идти. Тогда Легий заявил, «Я поманил их, и я сказал им так же громким голосом, чтобы они подошли ко мне и вкусили от плода». Прошу заметить, что Легий не отошел от дерева жизни. Он оставался духовно с Господом и предлагал своей семье подойти туда, где он находился, чтобы вкусить от плода. Искуситель хочет соблазнить некоторых оставить радость Евангелия, отделив учения Христа от Его Церкви. Он хочет заставить нас поверить, будто мы можем твердо стоять на пути заветов сами по себе, благодаря своей собственной духовности, независимо от Его Церкви. В эти последние дни Христова Церковь была восстановлена, чтобы помочь заветным детям Христа оставаться на пути Его Завета. В учении Заветов мы читаем, «Вот это учение мое, тот, кто кается и приходит ко мне, тот есть Церковь моя». Через Христову Церковь мы укрепляемся благодаря своему опыту в качестве сообщества святых. Мы слышим Его голос через Его пророков, провидцев и носителей откровений. И самое главное, через Его Церковь мы получаем все важнейшие благословения Христового искупления, которые могут быть осуществлены только через участие в священных таинствах. Церковь Иисуса Христа Святых последние дни – это Христова Церковь на земле, восстановленная в эти последние дни на благо всех Божьих детей. Я свидетельствую, что, приходя ко Христу и живя как святые последние дни, мы будем благословляться дополнительной мерой Его любви, Его радости, Его покоя. Подобно Нефию, мы можем выполнять трудные задачи и помогать другим делать то же самое, потому что знаем, на кого можем уповать. Христос – наш свет, наша жизнь, наше спасение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. In these latter days, Christ's Church was restored in order to help Christ's covenant children stay on His covenant path. In the Doctrine and Covenants, we read, Behold, this is my doctrine. Whosoever repenteth and cometh unto me, the same is my Church. Through Christ's Church, we are strengthened through our experiences as a community of saints. We hear His voice through His prophets, seers, and revelators. Most importantly, through His Church, we are provided with all the essential blessings of Christ's Atonement that can only be realized through participation in sacred ordinances. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Christ's Church on the earth, restored in these latter days for the benefit of all of God's children. I bear witness that as we come into Christ and live as Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of His love, His joy, and His peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.